Ха, нет, чушь какая-то, мне кажется. Ты считала Лейлу недалёкой, будем говорить открыто, да? Мой канал на этом держится, да, да. Лео, потому что ты олух. Изменял мне скотину, теперь его все бьют, по делам ему. А на утро... Как такое вышло, не понимаю. Всем привет, спасибо, что заглянули на мой канал. С вами Юлия Роджерс, и сегодня мы с вами продолжаем смотреть сериал «Моя первая и последняя любовь». Ну а если вы не видели предыдущих выпусков рубрики «Глазами зрителя», то обязательно переходите по ссылочке в описании под этим видео, а также вот здесь, сверху, будет подсказочка с ссылкой на плейлист. Переходите, смотрите, обсуждайте вместе с нами. А также перед началом этого ролика не забудь подписаться на мой канал и тыкнуть на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Ещё перед началом этого ролика я хочу поблагодарить топовых пончиков с последнего стрима, они будут где-то здесь. Вы, ребята, лучшие и всегда помните, что я вас искренне люблю. И если вы тоже хотите попасть в список этих великолепных, потрясающих, самых лучших людей, солнышек этой планеты, то приходите на мои стримы и оформляйте спонсорские подписки. Я так понимаю, нашей единственной целью к просмотру этого сериала сейчас становится момент, когда же уже Лео с Лайлой дадут спокойно насладиться друг другом наедине, до проникновения как бы, да? Потому что пока других проблем в сериале нет. Я с нетерпением жду появления хотя бы Дэвида. Твоя мама не сильно ругалась вчера, когда я ушёл? Она ничего мне больше не сказала, лишь неоднозначно посмотрела в мою сторону, когда я пошла в свою комнату. Неоднозначно? Это типа она ещё не определилась, шлюндра её дочь или нет? Ах, надеюсь, она сжалится надо мной, ведь я произвёл явно не лучшее впечатление. Так я вижу в ролях Дэвида, возможно, он появится в этой серии. Ну что ж, ждём. И то верно, зато крайне запоминающиеся. Да, о таком сложно будет забыть. А типа папаня там опять лупит мать, очень странные звуки, конечно. А, либо он смотрит очень смешное телешоу, что в этом такого, да? И мужчине расслабиться, да? Сегодня Джуди устраивает у себя вечеринку. Ты пойдёшь? Думаю, да. Хорошо, тогда встретимся там. Угу. О, Лео, мне Олеса звонит. Я позже тебе позвоню, хорошо? Да, конечно. Боже, Олеса, наконец-то! Где ты пропадала? Я... Я место себе... На похоронах брата! Представляешь, Лайла, ты настолько хреновая подруга, что вообще моей жизни не интересуешься. Ты не находила. Почему не звонила раньше? Что случилось? Всё в порядке. Я волновалась. Можно я к тебе сейчас приду? Да, да, конечно. Даже нужно. Приходи прямо сейчас. Я жду тебя. Да-да-да, приходи прямо сейчас. Я тебе сейчас вот полностью от и до всю нашу историю любви с Лео буду рассказывать. А ты, пожалуйста, помолчи и не перебивай меня, хорошо? Вот, я, кстати, не ошибалась. В прошлой серии у Лайлы это одноэтажный дом. А мать сказала, спускайтесь откуда? С кровати, если только. Наконец-то ты пришла. Олеса? Что-то случилось? Олеса? У тебя что, какая-то хреновая жизнь? Я думала, все в мире живут просто как пони, скачущие по радуге. Прямо как я. У меня же проблемы только, ну вот. Любовные там с Дэвидом, с Лео. Я думала, у всех такие уже. А что, у тебя может быть что-то серьёзнее? Ха, нет, чушь какая-то, мне кажется. Спасибо. Не за что. Так, что случилось, Олеса? Ты можешь мне рассказать? Я никогда тебя такой не видела. Значит, случилось что-то действительно серьёзное? Да, серьёзное. Если честно, я даже не знаю, с чего начать. Начни с самого начала. Это будет долгий. Судя по всему, придётся реально с самого начала начинать. Прямо с её рождения. Потому что, я уверена, её семейные проблемы начались именно с того момента. Надеюсь, ты не обидишься на меня. Ты моя лучшая подруга. Как я могу обижаться на тебя? Я многое не рассказывала тебе. Точнее, вообще ничего о своей семье, о своей жизни вне школы. Я ничего тебе не рассказывала. Я не рассказывала свою жизнь и то, как живу. Ты никогда не думала, почему я ни разу не звала тебя к себе? Да нет, мне вообще плевать. Меня волнует. Только я сама и мои проблемы. А что там у тебя дома? И ты... Ты меня не приглашала ни разу? Да и пофиг, господи. Ты же не знаешь, где я живу. Ну, думала, конечно. Но если не звала к себе, значит, на то была причина. Поэтому я не настаивала. Неплохо оправдалась. Да-да-да, Лайла. Как будто бы тебе не все равно. Настолько мерзкая, что мне даже противно произносить ее слух. Ты можешь сказать мне, я не стану ни осуждать тебя, ни смеяться. Все, что важно... Потому что, скорее всего, я особо и не пойму ничего. У меня в голове только мои проблемы, опять-таки. Но для тебя важно и для меня. Я... Я из неблагополучной семьи. Отец пил всю жизнь. И пил маму. У меня и сестру не... Стабильность – это тоже залог успеха. Отец, наверное, вот этим девизом как бы и пользовался в течение всей своей жизни. Я не трогал, но всегда оскорблял и унижал. Мой дом больше похож на свалку. Поэтому мне... Да ладно, не такой уж у них прямо дом-помойка. Да, внутри, может быть, там не суперремонт. Но, по крайней мере, снаружи он выглядит как обычный дом. И он у них даже был украшен к Новому году. Не каждая неблагополучная семья может себе это позволить. Так-то. Пару дней назад у меня умер брат. Его жизнь была настолько короткой, а смертно справедливой, что меня до сих пор колотит лишь от одной мысли, как подло обошлась с ним судьба. Новорожденный крох. По сути, умер счастливым, не увидев этот мир. Отцу было плевать. Мама, убитая горем, не смогла взять себя в руки. Я похоронила своего брата сама. А потом увидела, как мать стала пить вместе с отцом. Ты просто до этого не видела, как твоя мать пила вместе с отцом. Ты просто в это время где-то либо была, либо спала. Уверена, это не первый раз, когда она все-таки берется за бутылку, подобно отцу. Все-таки, раз она терпит этого мужчину и живет с ним, продолжает жить, постепенно она все равно бы начала перенимать его привычки, так или иначе, с кем поведешься, по сути. А раз она его не бросает, значит, психологически она довольно слабый человек, довольно зависима от ситуации и от тех людей, с которыми она живет. Я уверена, это не первый раз. Просто первый раз, когда Олеса это увидела. Если до этого я еще хоть как-то держалась, то сейчас у меня больше нет сил бороться. Мне невыносимо плохо и больно лаяло. Моя жизнь – ад. У меня опускаются руки. Я больше... Но у тебя же есть золотко, Джейкоб! Держись хотя бы за него, ну! О, господи, Олеса, мне так жаль. Прости меня, я ничего не знала, но должна была догадаться, что что-то не так. Но это не для моих умственных способностей догадываться о чем-то. Почему же ты сама мне раньше ничего не сказала? Я бы все сделала для тебя. Все, что в моих силах. У Лайлы небольшой нервный тик начался у нее. Очень странно дергается лицо слегка. Вообще, я скучаю по тем начальным анимациям лица Лайлы, когда она такая вся... Что происходит? Это была какой-то особой фишкой этого сериала, а сейчас они стали все такие спокойные какие-то, ну... Я люблю тебя, ты моя подруга, самый важный и дорогой мне человек. И мне очень грустно слышать, что ты думала, что мне неинтересна твоя жизнь или не важны твои проблемы. И знала, что всегда можешь прийти ко мне за помощью, советом или просто высказаться. Иногда это тоже полезно. Просто выплеснуть все чувства и эмоции. Нельзя держать все в себе. Это как бомба замедленного действия. Рано или поздно она взорвется. И Лайла такая, ой, как же хорошо, что вот прямо перед приходом Олеса я читала какую-то книгу по психологии, и вот я прямо оттуда сейчас цитировала. Ой, это мне повезло, так бы я сама не сформулировала, конечно. Спасибо, Лайла. Я и правда должна была раньше тебе во всем рассказать. Наверное, мне было стыдно и сложно вот так открыться кому-то, поэтому... Нет, просто ты считала Лайлу, ну, не особо близкой, что ли, подругой в том плане, чтобы делиться с ней вот такими подробностями своей жизни. Ты считала Лайлу недалекой, будем говорить открыто, да? Я сама оправдывала себя тем, что это ты не хочешь интересоваться моей жизнью и даже винила тебя в этом. Ну, по сути, так оно и есть, она ведь не интересовалась. Это сейчас она говорит, ну, ты же не рассказывала, поэтому я не стала спрашивать, как бы. Ну, вы столько лет дружите, всё равно определённо когда-то должен был быть момент, когда она видела, что, ну, подруге, ну, вот совсем плохо, не только сейчас. И что, не спросить даже, ну, что произошло, ну, расскажи, ты можешь мне открыться, совсем не интересоваться жизнью человека, с которым ты на протяжении стольких лет общаешься, это странно и непонятно, почему она так поступала. Занималась самообманом, проще же винить кого-то, чем признаться самой себе в трусости и неуверенности. Бояться чего-то... Трусости и неуверенности-то да, но плюс ко всему и Лайла не особо как бы интересовалась. В чего-то это нормально, у всех есть свои скелеты в шкафу, я рада, что ты поделилась своими. Ты, главное, знаешь, что я рядом, я буду тебе помогать. Хочешь пожить пока у меня? Нам будет так хорошо вместе. И Лео к нам зайдет, устроим тройничок, мой канал на этом держится, да, да. Сделаю все возможное, чтобы стать лекарством твоим душевным ранам. Хе-хе, ах, я бы с радостью, но как бы высокомерно это ни звучало, наш дом сейчас держится исключительно на мне. Но я с удовольствием побуду тебе еще пару часиков. Сделай с ним маникюр. И Лайла такая, блин, вообще-то я собиралась позвать Лео потусить с ним, маникюр. Ах, я тебя, конечно, успокоила, но я рассчитывала, что ты уйдешь гораздо быстрее. Ну ладно, маникюр так маникюр, блин. Лео, иди без меня, я приду на вечеринку попозже. Олеся... Да нет, всего лишь вся ее жизнь это полный ад, а так ничего серьезного, да. Верена, что не хочешь остаться у меня? Ну, Верена, не переживай, мне уже правда стало гораздо лучше. Твой маникюр излечил как минимум треть моих страданий. Ну, а как максимум, ручки стали красивыми. К тому же я должна быть дома, вдруг они по пьяни что-нибудь натворят. Да, разнимать пьяных родителей нужно только с хорошим маникюром. Коего у меня нет. Сделайте вывод, я не разнимаю пьяных родителей. Хорошо, но если что, ты всегда можешь прийти ко мне и звони, если что-то случится. Угу. А знаешь, может мне тогда пойти с тобой? Побуду пока у тебя, последим за домом вместе. Нет, что ты. Слайла офигеет, когда придет туда, скорее всего. Не стоит. К тому же тебя ждет Лео. Не заставляй парня ждать, а то у него сердечко не выдержит. У Лео вполне может такое произойти. У него очень слабое сердечко. Прошу тебя, пиши, если что-то пойдет не так. Хорошо? Хорошо. Ну, ничего себе, дикие танцы у девочки по центру. Ну вот, Лео уже на грани сердечного приступа. Все девчонки как будто борются с кем-то, с какими-то невидимыми им врагами в танце. Но, Эми, а ты знала, что под такую кофточку, ну, стоило хоть что-то еще пододеть? К тому же, мне кажется, ты достала ее где-то со своих годов еще, когда ты в детский сад ходила. Потому что она явно тебе маловато, а в груди она еле стягивается. Пуговка-то может порваться и как бы... И все, здравствуй, мир. Ты уверена, что это необходимо? Ты уверена, что необходимо подойти к Лео и разорвать на себе эту кофту? Уверена? Да? Ну, ладно. Это уже чересчур. Ты хочешь проучить ее или нет? К санистого коленя ей подсыпем, пусть сдохнет, тварь. Эй, Лео, не кисни, нам он лучше. На радуги зависни. Блин, ну кто-нибудь одолжите Эмми кофту ей по размеру. Ну, она и явно малая, девчонка страдает, в груди жмет, вообще пипец. И что, он сейчас уснет, отрубится, они его вместе с... Ну, Эмми, это ее подруга, не помню, как ее зовут, потащат его куда-нибудь там в комнату, в спальню и будут фоткаться, что... Ну, типа, Эмми будет фоткаться, что у них там что-то было. Какой еще может быть план коварни этого? Только проциальные стыкали, если. Ну все, нехилые глюканы накрыли Лео. Лайла, ты пришла. Почему так долго? Я уже заждалась у тебя. Скорее всего, ему кажется, что это Лайла, а на самом деле подошла Эмми, а ему кажется, что это Лайла. Все, я поняла. Ты такая у меня красивая. Зря она заговорила, мне кажется, по голосу она сейчас все поймет. Эмми, ты тупая, ты сама же свой план только что испортила. Но зачем рот Теннет был открывать, скажи мне. Нет, Лайла! Какого-то короткого действия лекарства они ему подмешали. Малыш, я все объясню. Это не то, что ты думаешь. Меня просто накрыли 5-секундные глюканы. Ну бывает такое, да? Очень странно на самом деле. Какая-то очень минимальная прямо дозировочка. Они прямо четко рассчитали, что вот на 5 минут... Убирайся! Нет, Лайла, ты все неправильно поняла. Убирайся! Ты не видишь в комнате какой беспорядок? Убирайся! Быстро! Я... Не хочу ничего слышать. Мне хватило того, что я видела своими глазами. Лайла... Как ты мог так поступить? Ты же сказал, что никогда не причинишь мне боль. За что ты так со мной? Это месть? Ты мстишь мне за то, что я столько лет не отвечала тебе взаимностью? Нет, больно. Ну, кстати, это был бы неплохой план, но Лео слишком мягенький для такого. Боже, нет, я люблю тебя. Любишь? Серьезно? Почему тогда целуешься с ней? Ты мне омерзителен. Ничего себе, она ему вмазала. Лайла. Мне противно находиться рядом с тобой. Убирайся! Вали их своей Эми! Я больше видеть тебя не хочу. Да выслушай же ты меня! Я... Я думал, что... Какие страсти пошли! Что за короткого действия препараты? Или что там они ему подмешали? Мне кажется, он себя так должен был гораздо дольше вести, а тут резко протрезвел, начинает объяснять, думал, что это Эми. Очень-очень коротко. Что целует тебя. Да, это звучит бредово, но... Они мне что-то подсыпали в закан. Какие-то наркотики. Пятиминутные. Я правда думал, что это ты. Прошу, Лайла. Ты должна мне поверить. Более жалкой отмазки я еще никогда не слышала. Я больше никому не позволю так с собой обращаться. Ты для меня умер. Лайла. Лайла такие поспешные выводы всегда делает. Такие громкие слова кидает. А потом снова возвращается туда же, где она и была. Дэвид пытался ее изнасиловать. Она через год такая... Наверное, он изменился. Прощу его. Лео тут засосал при ней Эми. Она через пару недель такая... Ну, наверное, можно его простить. По сути, жизнь ее ничему не учит. И она пошла к ним тусить с ними. Чего? Сейчас они еще фоточку ей покажут, которую в прошлой серии в конце сделали. И все. Лайла, здравствуй. Попытки суицида. Хотя она, наверное, слишком себя любит, чтобы так поступать. Об этом? Об этом мы должны поговорить. Что это? Ты дрянь. Дрянь здесь только ты. Они подставили меня. Все подстроили. И выкрутили так, как им было нужно. Я... Лео, потому что ты олух. Такой доверчивый. Такой нюнет. Такой размазня. Такой мягкий, как пластилинчик вообще разогретый между ладошками. Из которого можно лепить. Ну вот все, что угодно. Ну нельзя быть таким. Люди вокруг тебя злые. Когда ты это поймешь. Надеюсь, хотя бы Лео жизнь чему-то научит. Потому что Лайлу она сто процентов ничему не научит. А вот Лео, я все еще надеюсь. Что он все-таки осознает, что таким быть нельзя. И может быть научится ценить в первую очередь самого себя. А не Лайлу какую-то там. Я не целовал ее. Это она лезла ко мне. И поцелуй этот был в щек. Смотри-ка, как все прикольно получается. Все-то к тебе лезут. Все-то к тебе подставляют. Ну что-то... Да, действительно на месте Лайлы я бы в такую чушь тоже не поверила. Потому что слишком много совпадений. Я пригрозила ей, чтобы больше не смела даже приближаться ко мне. Я не целовал ее. Не целовал. Хватит оправдывать себя идиотскими отмазками. Можешь целоваться теперь с кем хочешь. Мне все равно. Жаль лишь времени потраченного на тебя. Больше ко мне не приближайся. Не плачь. Давай. Ты? И она вот сразу же нашла себе новую жертву. Отомсти мне другу подонку. Не смей ее трогать. Ха. Да я уже трогал. Ничего такие губки. Ублюдок. Я убью тебя. Начался мах у чукулята. Лайла такая. Достану телефон, поснимаю что ли? Ой, подлец. Ублюдок, смотрите. Изменял мне скотину. Теперь его все бьют. По делам ему. Дэвид, здравствуй. Боже мой, давно не видели. Сколько лет, сколько зим. Точнее, сколько лет, непонятно. А вот и зима точно длилась очень долго. Миллион серий. Он где-то пропадал. И тут вдруг внезапно ему приходит приглашение на эту супертусу. И такой, не, ну такое событие я точно не могу пропустить. Надо приехать, да. Мне кажется, второй раз ты таких последствий, которые были в прошлый раз после Дэвида Леута, уже и не выдержит. Отъедет парнишка. Жестко. Ой, нет, 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 нет. Лайла просто решила свинять. Так, а не мой парень, ничего не знаю, пошла я. Ну да, конечно, там Лео бьют до мяса, до крови, до смерти. А мы сейчас все будем переживать за нервный приступ Лайлы. Да, конечно, конечно, конечно. Это же важнее. Да все поняли, Дэвида, ты что? Лайла, ты в порядке? Идем со мной. Такой, о, вот это мне подфартило. Только приехала, уже девчонку свою нашел. И кажется, сейчас я ее склею. Прямо она сразу в оморок упала, потеряла сознание, упала в руки Дэвида. Потом оказалась как-то без одежды в его кровати. А на утро... Как такое вышло, не понимаю. А то, что там Лео опять в очередной раз превращает в фарш, ну, это не так важно. Так-так-так, у него на лице не царапинки. Ну, почти. А били-то его так, что там прямо должно быть кровавое месиво, как и в прошлый раз. Убежал. Лайла! Ну что ты за тупица? Ну какая же ты тряпка? Ну боже мой! Ну вытрите им уже пол! Никакого прогресса в этом персонаже. Он только регрессирует с каждой серией. Его били. Он был на грани оказаться снова в больнице, как и в прошлый раз после Дэвида. А его единственная мысль это Лайла! Лайла! Лайла, где ты? Какая-то Санта-Барбара, господи. Лайла! Лайла! Я прям искренне недовольна поведением Лео и тем, что когда в его голову придет мысль о том, что не весь мир сошелся на Лайле? Ну он же вообще ничем другим не занимается, не увлекается, не думает. Это ненормально! У парня проблемы, он одержим. Надеюсь, хоть Дэвид изменился в лучшую сторону. Порадовать хотя бы за него, солнышко. Потому что, несмотря на то, что он в первых сериях тоже был довольно раздражающим персонажем, плохим, отрицательным, мне кажется, что сейчас настало время им, наоборот, начать гордиться, потому что он должен измениться. Потому что кто, если не он? Вот такая вот серия. Надеюсь, вам понравился этот выпуск. И если это так, то не забывайте поддерживать его большим пальчиком вверх. Оставляйте свои комментарии, делитесь своими впечатлениями, своим мнением. Постарайтесь максимально без спойлеров на следующие серии. Но вот конкретно, что об этой серии вы думаете, я бы хотела узнать. И что вы думаете о поведении Лео? Считаете ли вы это нормальным? Или это все-таки уже одержимость, перебор и так далее? Мне интересно узнать, поэтому пишите в комментариях. Также не забывайте подписываться на мой канал и тыкать на колокольчик, чтобы не пропускать мои новые видео. Еще напоминаю про возможность оформления спонсорской подписки. Вступайте в нашу дружную боярскую семью, мы будем рады приветствовать вас там. Также напоминаю о том, что иногда я провожу стримы, поэтому тоже заглядывайте. И подписывайтесь на мой инстаграм и на инстаграм моей группы. Ну а у меня на сегодня все. Я всем желаю, как всегда, всего самого наилучшего. Всем пока-пока!